Приветствуем наших зрителей на канале Тагил ТВ, в нашем эфире новости в студии Олег Шкварков. Сегодня в выпуске. 1 сентября в 60 тагильских школах откроются центры детских инициатив. Сегодня в преддверии нового учебного года состоялся большой педсовет. На него традиционно собрались представители городских школ и учреждений дополнительного образования. Брусчатка, которую укладывали пленные немцы после Великой Отечественной войны, исчезает с дорог Нижнего Тагила. На Максима Горького ее заменит современная дорога в рамках национального проекта. На Вея возобновился снос воинской части. Земельный участок освобождает для строительства социальных учреждений. 1 сентября в 60 тагильских школах откроются центры детских инициатив. В новых образовательных пространствах ученики смогут создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты, встречаться с представителями детских и молодежных объединений. Один из первых таких центров появился в школе номер 23 имени Юрия Батухкина, которая откроет свои двери после капитального ремонта. Об этом сегодня в преддверии нового учебного года говорили на традиционной августовской педагогической конференции. Она состоялась в школе номер 100. С продолжением темы Алексей Алексеев. В традиционной августовской педагогической конференции приняли участие заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области, депутаты регионального законодательного собрания, председатель Нижнетагильской городской думы, епископ Нижнетагильский и Невьянский. Основная цель сегодня была это подведение итогов предыдущего учебного года и конечно же постановка задач на 2022-2023 учебный год. Сегодня нужно делать основной, наверное, скажем так, акцент в образовании это на воспитательную работу, это на патриотизм. В первую очередь нужно все-таки найти правильные подходы к детям. Определяющему в работе и системы образования города, включающие учреждения дошкольного, общего, профессионального, высшего, дополнительного образования, является реализация национального проекта образования. В его рамках совершенствуется инфраструктура, создаются условия для укрепления престижа профессии, подготовки кадров. А 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. Предстоит решать очень масштабные задачи, которые связаны с повышением качества образования, которые связаны с повышением качества воспитательной работы. Сейчас перед нами стоит задача все эти негативные тенденции, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, нивелировать. Достижения педагогического сообщества Нижнего Тагила и его воспитанников получают самые высокие оценки на уровне Свердловской области и Российской Федерации. На конференции заслуги тагильчан отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Добавим, с видеообращением к участникам педсовета обратился министр образования России Сергей Кравцов. Цитата. «Августовские педагогические совещания являются хорошими площадками для обмена мнениями, позволяет подвести итоги проделанной работы и обсудить планы на будущее. Сегодня перед нами стоят не менее важные задачи. Подготовка к учебному году, повышение качества образования. В рамках национального проекта образования поставлена цель войти в десятку лучших стран мира по качеству школьного образования. Очень важно сохранить положительную динамику и сделать все, чтобы детям было интересно учиться и постигать новое». Конец цитаты. Учебный год 1 сентября в Нижнем Тагиле начнется в обычном формате. Предпосылок для введения каких-либо ограничений на сегодняшний день нет. Так ответил на вопрос в нашей программе «Актуальная тема» – заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Заявление сделано на фоне повышения заболеваемости в городе и регионе, в том числе и COVID-19. «Заболеваемость действительно потихоньку растет, но я думаю, что большая часть линеек у нас с вами пройдет на улице. Это большая часть школ нас проводит на улице. К тому же каких-либо ограничений в части проведения массовых мероприятий у нас на сегодняшний день тоже нет. Поэтому каких-либо ограничений мы сегодня не ставим. Абсолютно. Но и опять же мы говорим о том, и сегодня педагогам говорили, что все-таки если вы чувствуете, что вы заболели, неважно чем, кашля у вас, горло, неважно, лучше находиться дома и вызвать врача». Брусчатка, которую укладывали в городе еще пленные немцы после Великой Отечественной, исчезает с дорог Нижнего Тагила. На улице Максима Горького ее заменят современной дорогой в рамках национального проекта. Проект капремонта включает и улицу Клиновую, где до недавних пор была обычная грунтовка. Подробности выяснила Юлия Полева. Грунтовка и брусчатка. Улицы Максима Горького и Клиновая много лет вызывали у автовладельцев при одном только упоминании не самые приятные ассоциации. Жители Верхней Черемшанки пользовались этой дорогой ежедневно и мысленно прикидывали счета из автосервиса. К середине октября здесь будет 4 километра свежего асфальта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Выполняются работы по подготовке основания дорожного полотна, также асфальтирование первого слоя асфальта. В пределах, наверное, процентов 40 уже готово. Большая протяженность ремонтируемого участка требует и большого количества техники. Причем подрядчик работает по всей протяженности полотна. То есть начали с Максима Горького, где уже кладут нижний слой асфальта. На верхней Черемшанке пока идут земляные работы. Асфальтировочная группа, асфальтовый кладчик, самосвалы, катки, гудронатор. Подготовкой занимается экскаватор, на засыпке обратной занимается подвозом самосвалы, также гридера и грунтовый каток. По новым стандартам благоустроят остановочные площадки. Выделят их бордюрным камнем, поставят новые павильоны. И пешеходам станет удобнее. Тротуары предусмотрены в районе ВГОКа для работников ВГОКа, который был старый тротуар, уже много что повидавший. Сейчас там производится строительство нового тротуара. В жилом секторе на верхней Черемшанке строители по проекту отремонтируют пять колодцев неизвестных инженерных сетей. Они провалились и представляют опасность для движения транспортных средств. Также заменят пять водопропускных труб в низких участках дороги на Клиновой, чтобы избежать подтопления. Более 17 тысяч квадратных метров освобождают под новую застройку Новые. Подрядчик приступил к сносу помещений бывшей воинской части номер 36. Овощехранилище и склад уже разобрали. Еще семь зданий демонтируют до конца сентября. Полностью территорию освободят от построек к концу года. Мэрия планирует на этом месте построить детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Учебку связистов расформировали еще в 2009 году. 13 лет заброшка привлекала детей и маргиналов. Присеять управление автомобилем под шофе, выявить тех, кто сел за руль без прав или был их лишен, и тем самым повлиять на снижение количества ДТП. Такую цель в прошедшие три дня поставили перед собой сотрудники ГИБДД Тагильского гарнизона полиции. Они провели оперативно-профилактическое мероприятие безопасная дорога. Сотрудники ГИБДД небольшими группами были сосредоточены в разных точках города и осуществляли сплошную остановку всех транспортных средств так называемого мероприятия стоп-контроль для того, чтобы проверить как можно больше водителей именно на совершение грубых административных правонарушений. А далее сотрудники, каждый экипаж несут службу по выявлению грубых нарушений в соответствии со своими план-заданиями. Ехал на мотоцикле без света, испугался инспекторов, начал угонять, не получилось, спрыгнул с мотоцикла, побежал. Инспектора догнали в лесу и не задержали. На категорию А нет. А почему все вы делаете? Закворяются мотоциклы. Хотел сдавать, но сейчас по ходу точно буду сдавать. Были задействованы сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы, сотрудники отдела ГИБДД МВД России Нижне-Тагильская. Это такие службы, как технический надзор, сотрудники дорожного надзора, сотрудники отделения пропаганды. Также в рейдовом мероприятии принимали участие участковые и уполномоченные МВД России Нижне-Тагильская и сотрудники патрульно-постовой службы. Вместе с нами сегодня на дороге нашего города вышли и представители общественного совета. Интересуемся у водителей, какие есть вопросы сотрудникам ГИБДД, которые остановили этот автомобиль. Машин сегодня останавливается много очень сотрудниками. Ни в одном случае не было ни претензий, ни замечаний. Ну что, сразу же заявили, проверили документы, отпустили. Сотрудники работают очень профессионально, тактично. Люди реагируют очень адекватно, потому что сами понимают, от этого зависит их безопасность. Конечно, нужно, потому что где-то безопасность на дорогах, прежде всего. И у нас очень много случаев всяких бывает. Это обязательно. Да, и действительно только за это. За эти мероприятия, чтобы выявляли вовремя людей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль. Это очень опасно. Это чревато серьезными очень последствиями. Я только за их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее в эфире Тегил ТВ наш разговор с заместителем главы администрации города Валерием Суровым в программе «Актуальная тема». Не прощаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА